Итак, о чем же эту замечательную пятницу в 3 часа дня? Я бы хотел сегодня рассказать, уважаемые слушатели. Я уверен, многие из вас, если не все, уже не первый день работают с КДМАКС. И, возможно, многие из вас работают в области архитектуры, рисования, интерьеров, домиков, всякого вот такого. И работая много с интерьерной архитектурной визуализацией, ты начинаешь все время замечать, что, конечно, интерьеры, они все разные, здания тоже. Но есть устойчивые детальки, которые рисовать приходится всегда одни и те же. Я сейчас говорю о стенах. И вот эти самые стены, когда ты их рисуешь, там, в общем-то, есть несколько моментов, которые надо удерживать. Во-первых, это точность какая-то разумная. Во-вторых, это, конечно, всякие щели между стенами, которые быть ни в коем случае не должно. И вот есть огромное количество вариантов, как эти самые стены рисовать. Все зависит от задачи, от ситуации, от того, если у тебя, допустим, чертеж здания, выполненный, например, в автокаде, или нет такого чертежа, а есть только размера. А может быть, нет и размера больше. И вот я вам покажу несколько способов, как эти самые стены рисуются, начиная от самого примитивного, которому мы, кстати, у нас на курсах не учим. Но на ютубчике то же самое довольно часто встречается. Вот с него и начнем. Я сейчас открою несколько файликов в процессе нашей учебы. Так, одну секунду. Дайте, как только сперва найду. Да, пока я ищу чудесные файлики. Странно, должны же быть. Ну ладно, сейчас попробуем с дела. Извините, займет в таком случае лишнюю минутку. Хочется сказать, те технологии, которые я вам покажу сегодня на занятии, они, конечно, большей частью выполнимы в любой версии 3D Max. Хотя несколько из них выполнимы только в 18-й. Ну, а одна аж только в 19-й версии. Так, ну вот, теперь я чудесные файлики нашел. Перекину их себе на диск. И решительно открыл первый из них. Ну, не открыл. Ну ладно. Не открыл, не открыл. Тогда вот так. Вот очень типовая ситуация, друзья мои. Когда у тебя нет автокадовского чертежа, зато есть какая-то разновидность плана БТИ, которую ты банально наклеиваешь на плоскость. Как, кстати, наклеить чертеж на плоскость, чтобы соблюсти все размеры, я ее еще лишний раз упомяну сейчас. Но речь-то не об этом. Вопрос, хватает ли вот такого плана для точного построения, скажем, здания или помещения. Ну, если по точным иметь в виду миллиметр в миллиметр, понятно, не хватает. Если по точным иметь в виду достаточно для того, чтобы на визуализации смотрелось красиво, более чем достаточно. И вот, смотрите, интересный способ. Можете потом попробовать его сами. Для его реализации не нужно уметь работать со сплаймами. Что, кстати, для многих новичков существенный момент, потому что нарисовать, научиться, извините, рисовать всякие боксы и шарики, это проще, чем научиться пользоваться модификатором Edit Spline и всякими его составляющими. Что, конечно, для любого архитектора, визуализатора, интерьерщика, это очень важно. Но, тем не менее, вот есть такой новичковский способ рисовать стены. Его многие годы люди использовали, сейчас он с 90-х годов тянется. Включаем команду Line и обводим интерьер линии. Сразу замечу, такой способ. Подходит то, когда у тебя одна комната, когда у тебя сложная планировка, это уже работает плохо. Однако, это также хорошо работает, когда ты делаешь именно здание. То есть, у тебя вот план здания, и тебе не нужны внутренние перегородки. Тебе достаточно просто начертить само здание, сами фасады. Как способ работает? Ты команды Line, по внутренней или по внешней линии, без разницы. Но если интерьер, тогда по внутренней. Вот так вот line-ом обводишь периметр комнаты. Готово. Впрочем, есть один нюанс. Когда ты его обводишь, я вот вернусь назад. Вот я опять в самом начале. Когда ты его обводишь, ты ставишь точки в начале и в конце каждого оконного проема. То есть, ты ставишь точку здесь и здесь. Зачем? Ну, скоро увидится. И вот так вот выставляет точки по краям проемов. Ну, естественно, по краям дверных проемов тоже. И постепенно заканчиваешь обводить это здание. Ну, в нашем случае интерьер. После этого, ну, конечно, можно включить вертексы. Точки эти подвигать, если ты где-то там точку поставил не очень аккуратно, как, допустим, вот здесь. Но высокая точность на не требуется, поэтому ладно. А теперь? Теперь интересно, честно. Вот что у нас получилось. И вот эту вот детальку мы ей не даем толщину. Как вы знаете, там бывает аутлайн, делаешь толщину стенам. Ты не рисуешь внешние стены. Ты не применяешь экструнт. Ты делаешь весьма неожиданные действия. Щелкаешь по ней правой кнопкой и делаешь конверту editable poly. И она конвертируется в полигон. А вот дальше начинается самое забавное. Ты включаешь editable poly poly. Выделяешь этот самый полигон. Вот он. И делаешь ему экструнт. И он начинает выдавливаться. Таким образом у тебя получается высота стен. И что интересно, ты поднимаешь стены на высоту нижней части окна. То есть на высоту подоконника. Допустим, у нас окна начинаются на высоте 80 от пола. Что интересно, эта технология обходится без буллерна, без edit spline, без экструнта. Вообще без всего. Простая, как 5 копеек мелочи. Я ставлю 80. Это высота подоконника. Нажимаю плюс. То есть добавить еще один уровень. Теперь вбиваем высоту окна. Допустим, высота окна от нижней до верхней точки 160. Снова нажимаем плюс. То есть добавить еще один отсек. И вбиваем высоту от окна до потолка. А вот от окна до потолка, допустим, у тебя 40. И нажимаем окей. Собственно, это все. Осталось мелочи. Осталось удалить верхний полигон. А лучше не удалить, а detach. Команда detach означает отсоединить в качестве отдельного объекта. В этом случае верхний полигон станет доступен как отдельный объект потолок. И он же, естественно, пол. Вот я нажимаю detach. Окей. Временно выделю его и спрячу. Но а что со стенами, друзья? А со стенами вот что. Остается включить полигоны. И вот заметьте, там, где у нас ставились точки. Помните, я поставил точки в начале и в конце оконного проема? Там появляются линии от пола до потолка, которые позволяют теперь вот так выделить эти окна и делить им их стереть. А здесь выделить дверь и делить им стереть ее. Ну, если дверь по высоте находится не на уровне окон, то ты всегда можешь взять вот этот вот отрезок и его подвигать. Возможно, вы встречали библиотечный интерьер, допустим, компании Evermotion. У них очень многие стены выглядят именно так. Ты видишь, что они разлинованы на эту сеточку. Это говорит о том, что их сто пудов строили именно таким путем. И да, для помещения в виде одной комнаты этот путь офигенно удобен. Но а как быть, если нам нужна толщина стен? Ну, во-первых, зачем? Ну, во-вторых, если нужна, тогда вешается модификатор Shell. И что делает модификатор Shell? Он добавляет толщину. Сколько скажется. Допустим, 20 сантиметров. Или 40 сантиметров. Тут, конечно, можно сказать, а вот это что такое? Это вот так нормально, что ли? Нет, но у Shell есть галочка. Она называется «Спрямить углы». Самая последняя, найдете ли кто? При ее установке углы получаются прямые. Ну, и вот, собственно, все. Стены все сшиты. Нигде щелей нет. Размерность плюс-минус, как тебе надо. И все готово. А что там с потолком? Ну, потолок вот он спрятан, валяется. Ему можно сделать экструд, чтобы он приобрел небольшую толщину. Только у нас, опять-таки, не сплайн, а полигон. Поэтому экструд обычно ему не сделается. А вот тот же самый Shell вполне можно. Опять, честно говоря, в этом нет никакого смысла делать его толстым. Только для того, чтобы сейчас это было хорошо видно. И вот можно сделать его копию вниз. У тебя получается пол снизу, потолок сверху. Видимо таких плит. Если расстраивает тот факт, друзья, то, что здесь у нас линия идет не по краю, не так сложно в таком случае будет переделать этот потолок. То есть частенько вопрос, что удаляют вот так все. А дальше рисуют пол или потолок без всяких затей, просто боксом вот таким вот все. Ну, это не так изящно, но надежно закрывает нос, а больше на тебе не нужно. Этот способ строить стены, он один из самых-самых традиционных. Но я думаю, если вы даже чуть-чуть, на секунду, представите себе разные ситуации, вы легко сможете предположить, в каких случаях этот способ окажется бесполезным. Например, если какая-то стена у тебя, допустим, гнутая. Или, например, если какой-то из проемов у тебя, допустим, арочный. То есть тот способ, который я вам показал, годится для самых простых вариантов. Однако, если у вас будет задача с комнатой, с прямыми стенами и прямыми оконными проемами, можете его попробовать, он очень эффективен. Не зря его многие люди считают одним из наилучших. И он, кстати, не приводит к созданию никаких лишних полигонов нигде. То есть у тебя всегда минимально возможное количество полигонов, всегда идеальная точность. Но давайте двигаться дальше. Способ второй, который очень известен. Это использование автокадовского чертежа в качестве подосновы и быстрое построение стен. Уверен, вы все с этим сталкиваетесь. То есть заключается он в том, что ты сначала проверяешь единицы измерения, конечно. Смотришь, чтобы у тебя стояли generic unit на сантиметры. Ну и после этого ты импортируешь чертеж из автокада. Макс великолепно совместил с автокадом и с всеми иными, такими же аналогичными системами. Вот я беру некий чертеж, допустим, квартира, там комната. Он переносится. Вот мы видим его здесь. Ну и дальше, соответственно, поверх этого чертежа команды line быстро простраивается форма, линии оттачатся, экструдируются и получается коробка. Тут я даже не буду показывать, уверен, вы все так делали. Здесь как раз никакой сложности нет. Знай себе по точкам, обводи то, что у тебя уже есть. Но вот если ты строишь стены таким путем, из автокадовского плана, неизбежно возникает проблема в том, что у тебя нету окон и дверей в них сразу. Ну ты, конечно, с одной стороны можешь построить любые дуги, но тем не менее, окон и дверей у тебя не будет. И вот смотрите, есть у нас квартетка, построенная как раз таким способом. Строилась на по автокадовскому чертежу и дальше линии между собой соединены, выдавлены экструдом. И нам нужно сделать в них проемы под окон и дверь. Потому что при таком подходе, естественно, эти проемы сразу не возникнут. Вы все, я уверен, знаете команду Boolean, у которой, кстати, в 3D Max очень непростая судьба. Но в любом случае, команда Boolean предполагает, что сначала вы нарисуете болванки под эти окна и двери. Тут большой плюс. При рисовании болванок можно использовать не обычные боксы, а всякие комбинированные сплаймы. Это еще зачем? А вот именно для создания, например, дуговых проемов. Парочных проемов. Скажем, вот у меня есть размер окна. И я хочу сделать окно, которое сверху имеет вписанную дугу. Самый простой способ. Это как раз уже сплайна. Мы берем ректангл, то есть прямоугольник. Встраиваем его в будущий наш проем. Я, как видите, включил привязку, чтобы точно, отвершенно начать. И наверх встраиваем дугу. А вот дальше начинается самая большая головная боль для людей, которые, скажешь так, с Максом не очень плотно знакомы. Потому что дугу с прямоугольником нужно как-то объединить, чтобы потом выдавить. Вообще это, конечно, не сложно. То есть ты берешь одну из фигур, приделываешь модификатор Edit Spline, то есть редактирование сплайнов. Ну и дальше оттачим, присоединяешь дугу, удаляешь ненужный тебе отрезок. И вот здесь обязательно надо сшить точки. С виду по углам возникает ощущение, что точки замечательно склеены. Однако, если мы сделаем экструд, а без него мы не обойдемся, видно, что при экструдировании объект внутри пустотелы. Это из-за того, что точки по углам не склеены. Придется обвести их рамочкой и натравить на них команду VELT. Если вы нарисуете дугу к прямоугольнику с привязкой, то, естественно, между соединениями точками будет 0 расстояние. И VELT сработает, даже если вы не будете ничего настраивать у него. Теперь, как видите, с экструдом все хорошо. И я заменю болванки, сделанные обычными прямоугольниками, извините, боксами, на болванки, сделанные вот этим модным набором сплайнов. Заметьте, здесь окно чуть-чуть шире по конфигурации. И возникает вопрос, как получить более широкую дугу. Ну, можно, как вариант, бокс просто растянуть. При этом, правда, изменится форма дуги. Она станет более широкой. Можно увеличить его вот так. Потом опустить вниз и, соответственно, этот отрезок поднять повыше. Для этого на VELT сплайн переключиться к сегменту. Просто приподнять его. Но в этом случае мы получим точки ниже. Ну, это неизбежный новой жизни. Это все-таки же самое. Как бы там ни было, не буду сейчас усложнять. Сделаю его просто шире. И вот теперь мы подходим к моменту, который частенько портит все дальнейшие планы пользователям. Речь о том, чтобы из стены, нарисованной линией, повырезать все вот эти вот детали. В 3D Max, что забавно, есть такое понятие. Трехмерные объекты, компаунд объекты и дальше буллер. Но забавно не то, что там есть, а то, что команда буллер пережила несколько перерождений. Команда буллер изначально самых древних версий 3D Max, с первой еще версии его, всегда считалась суперглючной и криворукой. И вот, начиная где-то там с какого-то 2000 какого-то Макса, в комплекте у него появилась новая кнопка, которую, я уверен, многие из вас пользуются. Она называется ProBuller. Кто у нас пользовался ProBuller? Вижу, многие. И вот не все заметили, но в 18-й версии Max обычная команда буллер была очень сильно улучшена. То есть теперь обычная команда буллер, это не та же, что была раньше, это совсем другая команда, которая работает, ну, никак не хуже ProBuller, она на самом деле лучше, сетку создает чище. Поэтому если у вас 18-й, Макс, то используйте опять команду Bullion. Ну, давайте посмотрим, как она работает. Я нажимаю Bullion, и она выдает вот такой диалог. В отличие от классического ProBullion, к которому все же привыкли, у нее, как видите, по умолчанию включена операция объединения, Union. Это что означает? Это означает, что объекты склеятся, сложатся, соединятся. Надо переключить на Subtract, то есть вычитание. И только нажав Subtract, вы нажимаете кнопочку Add Appearance, то есть добавить операнды. Ну, и вот так вот указываем каждую из болваночек. И она все вырезает. Видим любимые глюки. Вот эти глюки, которые вы довольно часто сможете наблюдать все на стенах. Они и в команде ProBullion, и в обычной команде Bullion просто обожаемы. Связаны они с некорректным определением групп сглаживания. То есть Макс пытается сгладить стены сквозь вот этот вот угол. То есть он пытается вот эту сторону сгладить с этой стороны, вот так вот по 90 градусов. Это понятно у него не получается, никак. Но глючит из-за этого дохода. С командой ProBullion та же история. И вот для того, чтобы эти глюки не появлялись, есть два варианта. Либо в команде Bullion существует такое понятие, она может добавить специальную сетку. Ну, об этом позже. Но это в любом случае потребует очень большой расход, ненужный расход полигонов. А вот другой способ, традиционный, он же очень актуален и при работе с ProBullion. Это применить модификатор, который называется смуз. То есть глюки-то они заключаются не в том, что сетка неправильная, а в том, что сглаживание неправильная. Смуз – просто смуз. Плюс заново реинициализируют сглаживание. И я его применил. И что произошло? Больше ничего никуда не глючит. Все прекрасно. Вот без смуза, вот с ним. Некоторых смущают вот эти линии. Это нормально, дорогие друзья. Эти линии – это последствия того, что сетка из полигонов. Одно из правил полигональной модели в том, что у нее не может быть некой формы, отделенной от другой формы, не связанной между собой никак. Вот эта линия связывает эти формы. Ее не может не быть. Поэтому тут все в порядке. Переживать не о чем. Единственный нюанс, вот если посмотреть снизу на арки, вот на эти, заметите, я надеюсь, да, сейчас, то, что они получили ступенчатые. Это как раз проделки смуза. Применяясь, смуз выключает сглаживание вовсе, напрочь. А это не всегда хорошо. Если у вас есть гнутые стены, то применение смуза, конечно, здорово, то, что глюки вот эти исчезают. Но плохо тем, что помимо глюков исчезает сглаживание. Так что, если у вас в интерьере есть какие-то гнутые участки, обязательно включите галку автосмуз, то есть автоопределение необходимого угла сглаживания. И поставьте примерно 15-20 градусов. 30 многовато. И вот, заметьте, теперь 15 градусов сглаживания, и волки сыты, и ровцы целы. То есть и глюков нет, и сглаживание вернулось. Вот, без автосмуза, вот с автосмуза. Надо сказать, что умение применить смуз после буллиана один из самых важных секретов, как касающийся про буллиана, так и касающийся и буллиана нового. Ну, а к вопросу о новом буллиане. Есть ли он что-то такое, что было бы полезно знать? Ну, новый, новый, что там такого-то нового? Есть. Когда мы находимся в буллиане, он выдает список операндов. Это все объекты, которые вы вычислили, вы их помните. Любой из них можно, например, отключить глазиком, и дырка исчезнет. То есть вы можете по ходу пьесы включать-выключать любые операнды, тем самым убирая проемы из стен. Что еще здорово, вы можете их двигать. Существует такое понятие «дисплей» — отображать. И вот есть понятие «дисплей операнды». Это означает показать все операнды. У команды про буллиан тоже есть нечто подобное, но здесь это сделано изящно. И вот отобразив операнды, вы можете включить у буллиана так называемый субъект одноименный. И теперь, выделяя операнды, кстати говоря, это лучше всего делать в виде сверху, но можно при желании в перспективе, просто целиться не так удобно порой, потому что ты не везде можешь щелкнуть, что операнд попался. Выделив операнд, его операнд можно двигать. Или, например, масштабировать. В некоторых случаях его даже бывает удобно повернуть. Ну вот если, например, я хочу окно на эту стену перенести, я могу развернуть операнд под 90 градусов и передвинуть его на другую стену. Ну, как видите, буллиан позволяет не только вырезать все, что тебе надо, но и очень легко отредактировать ситуацию. В любую секунду ты можешь переключить операцию с вычитания на пересечение, объединение и так далее. То есть вот у буллиана мы с вами видим, что будет, если мы их сложим, что будет, если мы их пересечем. Но под пересечем понимается то, что все сотрется, кроме той зоны, где операнды пересекаются с телом объекта. Вычтем, объединием. Ну, надо сказать, объединение, мерч и юниал и атач, это вещи очень похожи. Сейчас мы не увидим большую разницу в них. Или insert, то есть вырежем их внутрь. Тоже все эти операции, они интерактивно можете переключать их. Насчет insert, кстати, отдельно можно сказать. Довольно забавная вещь. Как бы там ни было, буллин всегда будет помнить всю эту историю и в любой момент позволит вам себя отредактировать. Для еще более тонкого редактирования придуман так называемый операндс-эксплойер. Это такое отдельное окно, в котором видно, какие операнды есть, какие у них операции висят, ну и, соответственно, здесь ты можешь их включать-выключать. Ну, на самом деле, примерно одно тоже. Это уж так, баловство. Чем еще интересен новый буллин? У него, как и у старого классического буллина, есть одна операция, которую не все знают. Называется она imprint, дословно напечатать. Она у нас изучается в курсах по архитектурному моделированию. Кстати говоря, вот эти курсы, они у нас начинаются на следующей неделе, если я правильно помню. И там как раз будет все вот это и много-много другое. Смысл операции в чем? Представьте себе, есть у нас с вами пол. Вот он. Пол сделан обычным боксом. Но на полу, в полу, на полу, в общем, как бы там ни было, короче говоря, вы меня поняли. Есть некий рисунок. То есть, вот, допустим, паркет, паркет, он начинается от двери и там идет как-то вот так вот, например. А вот здесь там везде кафельный пик. Ну, или наоборот, не важно. А тут вообще как-нибудь розетка такая красивая, выношенная. Вот как разлиновать пол гнутыми линиями, чтобы на нем выложить разные материалы. Для этого как раз и нужна операция импринт. Смысл в том, что ты можешь, конечно, размечать пол, просто рассекая его при редактировании полигонов командами slice plane, slice и так далее. То есть пол преобразуется в editable поле, как и стены. Можно было и со стенами то же самое показать. Ну, а дальше ты выделяешь верхний полигон этого пола несчастного. Берешь, допустим, команду, которая называется quick slice. И вот так начинаешь его нарезать. Типа хочу здесь линию, хочу здесь линию, хочу здесь линию. И на полу у тебя начинают появляться вот такие вот чудесные разрезы. Ну, а дальше получается, что если ты взял в редакторе материалов, сделал несколько материалов. Допустим, я возьму обычный стандартный материал. Сейчас это дело не в том, что за материал. А суть она в том, что теперь, когда ты пол разрезал, ты можешь вот так вот выделять часть пола, делать новые, новые, новые материалы и назначать их на эти выбранные части. Ну, это, конечно, как говорится, не бином, не тон, а то есть это очень типовая такая операция, которая вообще известна, то, что ты можешь резать поверхность и вот так клеить на нее куски. Но сложность-то она в другом. Как быть, друзья, если тебе нужно нанести материал на пол не по линиям, а по сложной форме? Вот для этого опять нужна команда Boolean в режиме, о котором, скажем так, в режиме, о котором знают далеко не все. Можно взять команду Line и просто на полу нарисовать Line в форму сложного рисунка. Обязательно линия должна начинаться за пределами зоны, которую ты хочешь расчерчивать. Ну, допустим, здесь у меня пойдет вот так вот, здесь у меня пойдет вот так вот, здесь у меня будет какая-нибудь розетка впилена вот такая здоровенная и, может быть, даже от нее будут лучи такие расходиться. Хорошо. Что теперь? Ну, никто не мешает поредактировать, чтобы все поаккуратнее смотрелось. В прошлое время нашего с вами семинара не позволяет мне сделать все это красиво как-то. Поэтому я объединю все детали. Команды attach. И сделаю им экстрад. При экструде я довольно редкую опцию закажу. Уберу галки capstart, capend. Это означает не создавать площадок ни сверху, ни снизу. То есть экструд пустотелы. И теперь вгоню эти детали внутрь пола. Можно насквозь, но в этом нет необходимости. Достаточно сквозь верхнюю поверхность. Что дальше? А вот дальше опять очередь без обулияна. Берем пол, нажимаем кнопочку compound probullion. Оп, не надо probullion. Хотя он тоже так умеет, на самом деле. Мы договорились использовать новый буллин с вами. Новый буллин. И добавляем оперант. Вот этот. И он сложился. Фигня какая-то. А вот теперь для него ставим галку imprint. То есть напечатать. Заметьте. При выполнении импринта детальки потерялись. А след от них замечательным образом остался. Ну и теперь эти лучи, кстати, пропали. Надо будет довести вот так вот сквозь. С гарантией. Ну ладно, как бы там ни было. Еще режим cookie формочка. Он по идее может вырезать дырку здесь. Но ничего такого. Во всех остальных случаях, кстати, attach, merge будет примерно то же самое. То есть здесь дело именно в галке imprint. Есть еще вариант выполнить merge, потом сделать конверт to poly, потом поудалять вот эти полигоны. Тоже так сработает. Ну и оставлю импринт. На гнутых линиях идеально сработало, как видите. То есть теперь можно сделать конверт to editable poly. Снова. Убрать ненужные кусочки торчащие вот эти вот. Если такое желание вообще есть. Ну вот. Ну а дальше выделив полигоны покрасить их другими материалами. Ну, кстати, говорят, что глючновато как-то. Ну-ка. Интересно. Ух ты. Вот это глюк. Ну, вынужден признать систему изрядной глюканулы. Ладно, дорогие друзья. Я использую вариант insert, вставка. Теперь остается только повыделять вот эти вот детали и удалить их. глюканулы. Хм. Да. Ну и все, коту масленица. Решил меня, понимаешь, команда буллинг потроллить немножечко. Интересно. Да. Ну что, что тут поделать? Глюч-то. Хотя, казалось бы, должно все идеально работать. А вот на нижней стороне и, конечно, совсем не нравится. Ну, попробуем еще раз. Хотя, что-то мне подсказывает, добром, это что-то не хочет заканчиваться. Да. Да. Ну, я думаю, что если попробовать еще раз должно сработаться. вот интересно, у меня есть другая идея. Я отменю все, что я сделал, друзья мои. И отменю вообще действия команды boolean. Хочу извлечь этот оперант, чтобы он исчез. Единственное, что придется теперь заново нарисовать детальки. Ладно. мне очень обидно за ситуацию, поэтому я хочу попробовать еще раз. Но в этот раз я уж поступлю по старинке. Вообще, думается, нет, конечно, был разовый. глюк. Потому что, само собой, дорогие друзья, перед выступлением я неоднократно проверил, то, что команда boolean меня не подведет, но она вот решила преподнести все. отписывается. И все же, как видите, я заново запилил детальки, но в этот раз я не хочу давать шансов boolean глюкануть снова. Я использую старый добрый пробуллер. У него ты импринт меня ни разу не подводил. И этим пробулленом старым я пикну эти детальки, но сперва поставлю галочку импринт. Тинк. А теперь конверт у editable поле. Ну и все замечательно. Да, как видите. Ну я, конечно, мог бы сказать лучший враг хорошего, хотя это будет неправда. Но вот здесь вот пробуллер оказался явно состоятельнее, чем его новый аналог. Вот напиленный импринтом детальки на полу теперь смотрится прекрасно. Unhide. Ну и вот мы видим конечный результат. Стены сделаны новым boolean, а полсетки пришлось сделать старт доп по boolean в режиме импринта. Хорошо, друзья. Вот эти линии лишние всегда можно поудалять просто поубирав ребра. Но они никак не будут мешать ему, уверяю. Поэтому не стоит даже стараться на это время. И хочется показать вам ситуацию совсем сложно. То есть вот то, что сейчас вы увидели, дорогие друзья, самый первый пример наш, когда там вообще просто линии конверт упори. Вот этот примерчик с новым boolean. Тут сплайны как таковые использовались очень редко. Есть ситуации, когда сплайны используются куда чаще. Например, есть задача. Существует у нас вот такая картинка. И именно по картинке, то есть по фотке, надо построить фасад здания. Ведь довольно популярная затея в 3D визуализации, когда у тебя есть какой-то участок города, например, здание, сооружение, и тебе нужно что-то новое в него вписать или как-то показать его в своем проекте. И у тебя нет ни чертежа, ничего. Тебе нужно построить что-то, имея максимум фотку хорошую. А то ее не имеют. Как оно в таком случае должно сооружаться? Вот эта вот фотка клеится на плоскость. То есть мы с вами в проекцию фронт создаем самый обычный плейн. Но нам очень важно знать размеры этой фотки в пикселях. Вот они 1 9 44 3 0 7 2 1 9 44 3 0 7 2 Именно такие размеры я поставил плейн. Естественно это не физически правильный размер. Но чуть позже это сыграет свою роль. Теперь делаем материал с диффузной картой нужной нам картинки вот она и назначаем на объект. В некоторых случаях достаточно просто перенести из проводника картинку прямо на этот плейн. Это уже хватит. Ну и вот он наклеен. Обратите внимание качество прорисовки может быть очень низким. В окне проекции существует менюшка называется конфигурация окна. И там есть понятие текстур maps. Как видите всего 512 пикселей. Это качество загружаемой текстуры. Видно что сейчас текстура просто ужасная. Я поменяю 512 на хотя бы 2000 пикселей. И вот сейчас вы можете заметить насколько сильно текстура улучшилась. Давайте еще раз покажу если вы не очень внимательно смотрели. Вот значение дефолтное. Вот значение например 3000. Мне доводилось рисовать дома по картинке или по эскизу из pdf с трейтой документации. Очень удобно. Вот теперь все хорошо. Но здесь конечно друзья заморозить еще можно. Там есть целый комплекс мероприятий необходимых для того чтобы это все удобно обрабатывалось. Сейчас я не буду особо вдаваться. тем не менее я включаю прозрачность с обратной стороны заморозку. И вот теперь у меня эта плоскость не выделяется с обратной стороны не выделяется. Ну а дальше придется пользоваться сплаймами. Чтобы нарисовать верхнюю часть придется делать дуги. Берем команду арк дуга. Тут уже все рисуем в виде спасателя. И вот я строю первую дугу прям по точкам визуально. Копирую ее дальше на второй проем. Теперь у нас есть две дуги. Вооружившись командой линия или еще проще прямоугольник я строю прямоугольник вот до верхнего фриза. Теперь сейчас вы увидите новую команду интересно. Пока у меня вот так. Я беру конверту editable spline прямоугольнику оттачу к нему дуги естественно и удаляю вот этот нижний отрезок. Теперь нужно соединить край прямоугольника с дугой и с этой дугой. Ну это делается вертекс команды connect. Так и так. А дальше вот почему я не нарисовал еще одну дугу. Почему я не стал здесь с ними морочиться. Оказывается есть интересная фишка с новой друзья мои команды зеркала. Существует такая командочка появившаяся в 18 марсе это новый модификатор. Он называется spline mirror сплайновое зеркало. Невероятно удобно для интерьерщика или архитектора. Чем команда spline mirror интересна? Она по pivot point по умолчанию зеркалит половинку деталей и сразу сшивает ее. Если вы владеете полимоделингом то это по сути аналог команды симметрии вернее модификатора и вот я нажимаю spline mirror и что-то пошло не так. Галочка flip меняет направление зеркальности. Вот теперь все пошло так. Что приятно если вы будете редактировать какую-то часть изделия допустим то зеркальная плейнка редактируется автоматически. И теперь мне остается только предел текструд и я получаю первую из необходимых деталей. А ее толщине придется гадать. Да. Допустим метр. С колоннами ситуация очень несложная. Берем команду line. Вот эта вот часть скорее всего у нас прямоугольная будет. Ну а здесь начинается круг уже. То есть вот верхняя часть колонны она естественно рисуется line от центра до края. Такая капителька. Часть капителя плита скажем так на которой капитель стоит. Вот. Чтобы получить ее что называется в теле применяем модификатор Lace старый добрый. Ось минимум. Но только нам же нужен не кружочек не блинчик а плоскость то есть квадратик. Ну в таком случае ставим у него 4 сегмента. Вот квадратик. Тут нелепое сглаживание из-за чего не видно границ. Применяем модификатор Smooth или отключаем галку Smooth здесь если у нас тут нет никаких профилей красивых. беда в чем если ты вот здесь сделал профили какие-то ну то есть допустим вот тут сейчас классическую такую сделаю двухстороннюю очень в строительстве удобен и он сам разберется где сглаживаться где нет. Вешаем Smooth где там Smooth автосмуз и там 15 градусов то есть почти во всех случаях друзья это сочетание автосмуз 15 градусов решает себе проблему. Но одна такая проблема нерешенная то что деталь углом стоит и теперь придется сантернуть опорную точку и развернуть на 45 градусов. Вот все да мелковато теперь-то потому что диагональ стала плоскостью поэтому придется отмасштабировать плоскость либо подвинуть сечение вбок что тоже возможно единственное что беда у сечения диагональная теперь нужна ось называется parent или local чтобы она уходила вот так вот теперь все хорошо все верхняя часть готова ну нижняя площадка у нас давайте сейчас я не буду усложнять жизнь она будет такая же как и верхняя то есть просто зеркало копируем ее и копия окей вот получили нижнюю площадку побольше ее сделаем и будет все хорошо шикарно ну а сама колонна тут уже делаю что называется вообще пяти минут делаем профилечки вот эти естественно их там потом придется досглаживать делать всякие красивости неровные а лучше посмотреть как выглядят такие колонны в реальных каких-то сооружениях на фотке я имею ввиду с разных видов чтобы иметь возможность прорисовать ее еще лучше а еще лучше взять готовую если есть но тем не менее сейчас готовую у меня нет а была бы я все равно не стал использовать все опять применяем модификатор лейс ось минимум ну и вот они колонны готовы столстук раскопировать вместе со всем вот этим барахлом конечно объединить в общем не думаю что это у кого-то вызвало какие-то вопросы конечно все строится легко что строится сложнее в такой архитектуре вот представьте себе сама стена на которой мы смотрим плоскости вот эту нам нужно как-то видеть сверху ее обчертить то есть вот мне нужно вот этот вот конфигурацию стены передать на вид сверху но в виде сверху блин у меня нет чертежа никакого как я сейчас чертить что-то буду можно разметить существует такое понятие поймите разметочная точка живет в рулетке вот она эти разметочные точки я сейчас поставлю особо давайте спрячу колонны я поставлю разметочные точки вот так вот сюда 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 то есть я отметил этими точками те места где у меня стены делают излом потому что теперь перейдя бить сверху я вижу эти точки вот они то есть вот по этим точкам стена и идет как-то вот так мы не можем точно знать как именно нет нету фотки сбоку этого здания но однозначно это имеет конфигурацию такого типа то есть теперь можно воспользоваться командой line чтобы доделать этот фасад здесь глубина неизвестная но можно было сначала сделать прямоугольник и им эту глубину сделать по крайней мере заведомо точную скажем полтора метра два метра не знаю сколько вот она стена дальше хороши все варианты ну вот можно использовать опять вариант такой простой как пять копеек мелочи сейчас я включу вертекса включу refine и отожму точки на окнах здесь 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 тот самый способ который я показывал вначале я расположу стену по нижней точке здесь и сделаю ей convert to editable поле только надо сначала замкнуть верхнюю линию извините вообще можно было обязательно так будет лучше нагляднее сейчас convert to editable поле выделим полигон с домами хорошо такой способ работы то есть мы делаем экструд прям по фасаду вот до этого до этой отметки нажимаем плюсик теперь делаем до этой отметки нажимаем плюсик теперь делаем вот до этой отметки нажимаем окей теперь удаляем окна Задняя стена нам не нужна тоже удалить. Ну, а чтобы получить толщину, делаем shell. А, тут еще надо было, ну, просто. Прошу простить, потому что не буду мелочиться. Вот, делаем shell, то есть очень быстро получаем конфигурацию стены, только в этот раз shell нужно будет их делать, чтобы он туда ушел. Вот, и, соответственно, stride and conners, чтобы прямые уголки были. Немного лишнего. Вот так, хорошо. А, тут я сообразил, что допустил серьезный пробок, друзья. Я не выровнял начальные размеры стены. Это была большая ошибка, кстати. Что я имею в виду? Давайте я спрячу все объекты. Это была действительно моя большая ошибка. Я торопился, чтобы времени хватило больше на выступление и не подумал о чем. У нас размеры стены, они совершенно от балды и ничему не равны. Мне нужно, чтобы ее размеры были хотя бы более-менее близки к их действительности. А для этого нужно было найти хотя бы одну привязку. Ну, скажем, дверь, она почти всегда около сотки по ширине и в районе 210 по высоте. Это означает, что если я нарисую бокс, у которого будет высота ширина 100, а высота 210, то вот такого размера дверь должна примерно быть. То есть теперь я беру стену, я ее уменьшаю, до пока она, стена, не совпадет с этим боксиком. И вот только после этого стоило бы дальше работать. То есть тогда, вот совместив стену и боксик, я получаю хоть какую-то, друзья мои, скажешь так, гарантию, то, что размеры получатся адекватные. Потому что, как я начал работать, не выровняв размерность относительно к абсолютной, я, естественно, размеры получил абсолютно абстрактнее, ничему реальному не равное. Это не то, что прямо смертельно плохо, но это нехорошо. Ну, сейчас уже поздно что-то перестраивать. Вернее, не поздно, но не хочу, чтобы время играть с нашим. Вот получается вроде бы неплохо. Получается, как я и хотел. Где-то, кстати, я немножко все-таки просчитался, потому что... А, она должна вперед выходить. Конечно. То есть вот так. Вот фасад, вот плита. Ну и хочется показать один очень классный трюк. На стене у вас будут почти всегда какие-то декоративные вот эти вот профили. Вот такие вот штуки легко строятся модификатором свит. То есть ты просто рисуешь поперечное сечение декоративного профиля, который у тебя там сидит где-то. Ну, допустим, вот такое будет. Ты берешь линию стен, то есть тебе нужна обязательно линия, line, прочерченная по форме стен. Это все, конечно, очень удобно делать с помощью сплоя и с привязкой, чтобы у тебя линия всегда шла в точно. Но только здесь у нас получается то, что профиль декоративный идет еще и по передней части фасада. Ну, то есть вот так он идет. Если я правильно запомнил. Хотя могу сейчас ошибиться между точками. Надо посмотреть, будет сейчас очень тяжело. Ну да, можно предположить, что он так идет. И вот эта линия, которую я сейчас начертил, она выглядит вот так. Давайте я про запас сделаю еще одну. К ней применяем модификатор свип. К ней применяем модификатор свип. И с помощью модификатора свип, как вы, возможно, во всех там интерьерах строите, плентуса, карнизы, молдинги, указав вот это сечение, получаем декоративный профиль. Остается только приладить его на постоянное место жительства и выбрать так называемую точку выравнивания. Потому что, видите, он сейчас в стену ушел. Точка выравнивания выбирается вот здесь, но в нашем случае это будет лево-посередине, наверное, вот так вот так. Да, вот теперь идеально. И вот у нас пошел по всему фасадику декоративный карнизик. Но свип очень хорош в таких случаях, типа карниза, плентуса, молдинга. Но бывает, что надо сделать плиту. То есть мне нужно сделать теперь вот такую вот плиту, которая по всему периметру здания пойдет. Это очень похоже, но делается иначе. Мне нужно, во-первых, линию теперь замкнутую. Чтобы сделать вот такую плиту, начертить придется линию по форме этой плиты, как вот она идет. Но она должна быть замкнута с одной стороны. Извините, со всех сторон. То есть вот тут вот, наверху, я сделал копию. Я сделаю замкнутую форму. И, да, я собираюсь начертить командой line. Довольно сложную детальку. Но, с вашего позволения, чтобы сэкономить чуть-чуть времени, я не буду уж так прям с суперточностью это сейчас делать. Годится. Заметьте, я не буду ее замыкать. То есть она не имеет замыкания внутри. Потому что пользоваться в этот раз я буду не модификатором sleep, а модификатором bevel profile. Он чудо-то хорош для архитектуры в таких ситуациях. Вот у меня есть деталь. Форма – это ее поперечный профиль. И как же все срабатывает? Берем форму, вешаем bevel profile. У bevel profile включаем в самом начале режим classic. И пик профиль. Указываем профиль. Вот деталь готова. И она садится. Возможно. А возможно нет. Вот именно на моменте, который я вам сейчас покажу, большинство людей с bevel profile затык. То есть человек вроде сделал все правильно, но понимает, что деталь получилась неподходящего размера. И как же ее приладить вот сюда? Командой масштаб ее нельзя масштабировать. Это нарушается ситуация. Не все знают, что у bevel profile есть вот такая служебная деталь. Это сам профиль. Его можно крутить, масштабировать и двигаться. То есть если ты в bevel profile включаешь так называемый профиль гизма, то ты выделяешь этот самый профиль гизма. Ну, сообразить, что он там внутри спрятан. Надо нажать в три, чтобы его поймать. Ну, для человека, который в максе уже там хотя бы месяц поработал, это никакой загадки не представляет. И если ты двигаешь профиль гизма, то он начинает двигаться по отношению к пути. Более того, он начинает вращаться по отношению к пути. По всем мыслимым направлениям. И вот таким образом я могу этот самый профиль гизма спокойно подвинуть зубок. Могу здесь наблюдать, как он двигается. Могу двигать его в одном виде, а наблюдать результат в другом виде. Ну, то есть это как-то вот так вот идеально отсадиться, как тебе нужно. Bevel profile вот именно в этом плане рисования зданий идеален, когда ты знаешь, что профиль гизма может двигаться. И жуткое наказание, когда ты этого не знаешь. Потому что изначально он никогда не сидится, как тебе надо. А как у модификатора свип-кнопочки, подравнивания, такого здесь нет. Ну и вот мы уже вышли на какую-то относительно точную репрезентацию здания. Ну, дальше там начинаются отрисовки вот этих всех деталей. А когда ты рисуешь вот всякие фасадики вот такого вот плана, фронтончики и прочее, возникает вопрос, как построить правильную форму зеркальную. Ну, вы уже видели, да. То есть ты можешь сейчас даже не париться, а просто нарисовать линию вот так. Вот. Я не стал замыкать ее. И здесь кружочек вот так. После чего берешь именно кружочек. Почему не кружочек? А у него pivot point, где надо стоит. Он прямо по оси стоит. И вот именно к кружочку делаешь конверт ту поле, извините, ту сплайн, первое. Оттачишь линию, вешаешь сплайн миром, и по волшебству после сплайн мирора получаешь идеальную зеркальную вторую половинку. Ну, а только не забыть флип. Подставить. Все. Теперь экструд. То есть не надо возиться с замыканием точек, с отзеркаливанием, с оттачем. Нет, просто чпок готовится. Кстати, интересно. А вот это вот? Где? А! Не, забавный глюк. Заметили, да, я думаю? Я бы мог, конечно, сделать вид, что ничего не случилось, но... Чуть-чуть пришлось сплайн миро подвинуть зубок. А, кстати говоря, я понял, в чем дело. Трисхолд подвел. Надо меньше его сделать. Или больше. Да. Ну, в общем, пришлось подвинуть чуть-чуть в сторону. Вот всегда во время выступления случаются такие неожиданности. Чуть-чуть шевельнул положение зеркала и его сразу расклинило. Ну, а теперь у нас получился фронтончик. И теперь у нас получились практически все детальки. Осталось только нарисовать линию по краю фронтона, сделать вот это сечение поперечное и с помощью модификатора свит пропустить его. И получается уже очень-очень узнаваемый фасад здания. Если бы я еще в самом начале не поспешил и не протупил бы с размерами, то он бы еще и был плюс-минус там пары-тройка сантиметров с точностью как в жизни. А так, конечно, размер у него абсолютно абстрактный. Но моя вина, согласен. Вот этот способ очень удобен. Модификатор сплайн мира прекрасно заходит. Если ты умеешь пользоваться Bevel профилем, это просто чудо, потому что это очень сильно упрощает свою жизнь. Почти все свои дома, особенно большие, я вот предпочитаю рисовать вот как-то так или очень похожим образом. Считаю, действительно, это крайне удобным подходом. Ну и напоследок хочется вам показать, дорогие друзья, еще парочку интересных трюков. Но они доступны будут только в 19-й версии Макса. Виноват, извините. Сейчас, еще одну секунду, прошу простить. Ну, замечательно. Последний трюк, который я вам хочу продемонстрировать, называется команда Boolean. Снова, да. Но это новая команда Boolean. Она доступна только в 2019-м Максе. И она, вот чудо, работает со сплайнами. Смотрите. Представим себе опять ситуацию, что у нас в своем помещении. В этот раз помещение, гипотетически, будет примерно вот таким. Вот некая комната. И здесь у нее есть такая вот там колонна выступающая из стены. Здесь у нее, допустим, дуга какая-нибудь вот такая там или вот такая. А здесь там эркер вот такой. И мы можем ее построить из обычных, друзья мои, сплайнов стандартных. Нам даже не нужен чертеж, потому что рисуя сплайн, ты можешь установить ему длину и ширину. То есть ставим по размеру помещения, по чертежу, длина там помещения, ширина помещения. Здесь вот все вот эти вот детальки вписываем. Здесь вписываем круг, чтобы получить дугу. Можно его там немножко сжать, например. Здесь вписываем н-угольник, чтобы получить эркер, выступающий. А дальше мы с вами в 19 максе в диалоге создания плоских фигур. Можем заметить, такая новая штука появилась, называется Compound Shapes. Compound Shapes это по сути команда Boolean только для шейпов, то есть для фигур плоских. И включив Shape Boolean, ты получаешь тот же диалог, что и в Boolean, но только для плоскостей, для деталей сплайнового типа. То есть также AdOperance, я говорю, давай объединить вот с этой деталькой и с этой деталькой. И теперь вычти вот эту детальку. Прелесть в чем? Как и обычный Boolean, это Boolean параметрический, он помнит все вырезанные детальки. И перейдя в управление, можно эти операнды двигать. А также можно у них менять размеры и все остальное, что тебе так в голову придет. То есть здесь вот всегда есть переход к точным значениям. И теперь я меняю размер N-GON, меняю количество углов N-GON. Еще одна клевая вещь, которая мне очень понравилась. Можно менять, друзья мои, у операндов форму угла пересечения. То есть если посмотрим вот сюда, вот этот угол пересечения, есть такое понятие тип угла. Сейчас стоит Simple, простой. Есть вариант Chamfer скошенный. Установив некое значение, отлично от нуля, этот угол срезается. И есть вариант филет закругленный. Угол красиво закругляется. Именно угол булевской операции. Это означает, что при перемещении этого операнда вот эти вот скругленные углы тоже будут перемещаться. Ну и если вы вот таким вот образом построили, например, помещение, то есть из булевских деталей, то дальше стены лучше поднимать не через Adespline, а именно через Extrude без стенок, без торцов. И последующий Shell, чтобы получить стены. Сейчас поймете почему. Если ты сделал через Shell, естественно, потом возникнет задача резать окна и двери. Мы ставим окна и двери обычными болваночками. Ну то есть все сводится теперь к применению стандартного буллина. Толщину стен по-прежнему можно менять Shell. Давайте я потом что-то сделаю. И вешаю теперь уже обычный буллин, который мы привыкли с вами видеть. Получается буллин внутри буллина. Плоский буллин внутри трехмерного буллина. Я забыл переключить операцию, но переключу сейчас. И в чем прелесть? Можно вернуться к самому началу всей истории. То есть если я в обычном буллине включаю стэк, выбираю оперант и выбираю, допустим, стены, то я вижу всю их историю. Я могу перейти в Shell уже после буллина и поменять толщину стен. Я могу перейти в Extrude, поменять высоту стен. И я могу перейти в Shake буллин и включить уже у него операнты. И у него, выделяя операнты, допустим, прямоугольник вот этот, я могу его перемещать. Дыхательщик убрать. А также видеть его точные размеры и менять их. Ну, то есть, вообще говоря, это и в технологическом моделинге очень значимый трюк. Но и в таком тоже. Потому что получается у тебя параметрический объект, к истории изменения которого ты всегда можешь возвращаться даже на самых поздних этапах. Ну, если только ты, конечно, не приделываешь, что ему типа там конверт уедет в булполь и все в таком дуке, когда у тебя накрывается вся история изменений. Ну, что же, друзья мои. Из того, что вы сегодня видели, постарайтесь дома попробовать сплайн-миррор-модификатор. Новый буллин посмотрите. Если у вас 19 марта, попробуйте плоский буллин. Если вам понравился трюк, как быстро создавать помещение, рисуй его линиями и ставить точки на приемы дверей и окон, попробуйте этот способ. Он действительно супербыстрый. Хотя сложные квартиры мне не рисуешь. А вот фасад здания по внешним точкам замечательно рисуется, как и отдельно из этой комнаты. Это все, что я хотел до вас нанести, уважаемые друзья. Сейчас я еще остаюсь на связи на вебинаре. Если у наших уважаемых вебинаристов есть вопросы и замечания, я буду рад вам помочь. Естественно, какие-то вещи я обошел чуть стороной, или, может, показал не в том объеме, в котором можно было, из-за ограниченности по времени. Хочу сказать, что вот на следующей неделе начинается курс, называется «Архитектурное моделирование». Вы там столкнетесь со стенами, крышами. Вы увидите, как строят всякие сложные детали, типа лепнины, ковки, литья. Посмотрите, как делаются ландшафты. Ну, а вообще вот этот сервью будущий курс, именно заточенный под создание сложных деталей для интерьеров и зданий. В том числе, вы увидите вот эти вот эти подходы. Ну, а на сегодня все, друзья мои. Спасибо за внимание ваше. И я нажимаю «Стоп».